Блин, что-то я подостал делать эти все видосы свои полезные, обучающие вот всю вот эту вот фигню, которую я там уже не первый год фигачу, я думаю, блин, ну я так далеко не уеду. Просто далеко не уеду, и толку-то от этого особо-то, в общем-то, и нету. Ну, там можно посмотреть на мои просмотры, это вообще ни о чем. Монетизация с ютуба, это вообще смешно. Знаете сколько? Это 1300 рублей в месяц. Месяц. 1300 рублей, в общем, это смешно. Думаю, ну вот я все думаю, ищу какой-нибудь себе вариант, чтобы он не был ненапряжный, и чтобы вот продолжать всю вот эту деятельность. И подумал, есть такой чувак Кейси Найстед, и у него такие хорошие блоги, веселые. И они состоят из течения его жизни. Я подумал, может быть, у меня это зайдет, тем более, что я, в отличие от там, от всякой обучающей фигни. Обучающие, окей. У меня будет вот на Бусти процесс, я хоть смогу ему больше внимания выделять. Там будет обучающая история, а здесь это будет как такой, как салат, салат из моей жизни. А тут много всякого симпатичного, интересного. И я думаю, вот это видео, оно будет первым. И вообще, там, задача максимум это делать, это все каждый день. Я попробую. И вот, чтобы не ходить вокруг да около, ну, например, покажу, что у меня в работе. Это проект, как показать, вот так, наверное, нескольких домиков. Например, вот такая ретроспектива. Это все в работе. Скорее всего, это все драматическим образом изменится. Но я обрабатываю такую архитектуру, которая может работать с пейзажем и может работать в таком интересном ключе, когда на простые формы приносятся простые классические формы и принципы. И получается не коттедж, а что-то, идущее в сторону такой очень простой, очень стильной, очень с обкусом сделанной дворянской усадьбы. Ну, не дворянская усадьба, немножко проще. Ну, в общем, я вот делаю шаги в этом направлении и ищу формы. Ищу это как эскизный проект небольшой архитектурной композиции, которая состоит из нескольких домиков. Например, сейчас подойду поближе. Это все еще недоделанные фронтончики. Терраса. Тут еще один длинный домик. Это я, как пытаюсь классическую форму фронтона, приносить на идею автомобильной стоянки. Вот здесь, на драматическом ракурсе находится... Блин, искажение камеры. В драматическом ракурсе находится домик поменьше, например. Тоже с такой идеей классического форма. Но все еще не доделано. Все еще не доделано. И вот эти вот штуки. Так. Посмотрим сюда. Посмотрим сюда. Это я распечатал радостно. Это все уже 3D-модели. Все вы видели наверняка у меня в скетчбуках много таких рисунков. То есть я сначала делаю в скетчбуке, потом переношу в 3D-модель. И сегодня я почему-то решил это все дело распечатать. Чтобы... Знаете, для чего? Сейчас покажу. Вот для вот этой истории. Вот эта вот картинка, например, у меня лежит все время под глазами. Для того, чтобы... Не знаю для чего. Но для того, чтобы моя графика все время была у меня под глазами. Чтобы проект текущий, он все время был в голове. Я думаю, я повешу его сюда, на стену. Вот так вот развешу. И я, например, пошел за чаем, за кофе. А у меня тут лежит, висят листики по проекту. У меня все время они видны на компьютере. Но это не то ощущение, впечатление, которое я хочу, чтобы у меня постоянно было в голове. И я думаю, я вон туда повешу, и это будет хорошо. Тем более, что с прошлыми проектами это тоже срабатывало неплохо. В общем, вот для этого вот такие распечатки сделал с текущего проекта. Немножко поверчу модельку. Вот. По которой это все. Проектирую. Загоняю там размерности, всякие другие истории. То есть могу посмотреть со всех сторон. Первый эскиз, он идет на моем скетчбуке. Потом я кручу это все по 3D-модели, чтобы понять самасштабность, адекватность видов. И все это с клиентом стаканить. Ну, это такая большая, длинная, драматичная история. Ну, драматичная и приятная. И смотрю, как вот это работает. Там уже не подошедшие, например, модельки домиков, от которых отказались. Но которые близки. Например, вот здесь арочная история, арочные окна. Это довольно дорогая, довольно дорогая тема, безусловно. Чтобы делать арки. Да, нужны специалисты. И в общем это все сложно. Вот. Такой был вариант. Но тоже, в общем, он ушел. Разные были. Там еще лежат модели. Нет. Это тот, который в разработке. А вот любопытные. То есть, к чему я стремлюсь. Это идея архитектуры классики. Пытаюсь это изо всех сил догнать. Пытаюсь это изо всех сил продвинуть. И работаю вот с этим. Ну, вот можно посмотреть отсюда. Ну, тут странные штуки. Это просто вот такой рабочий момент. Потому что я ищу, какой может быть ритм. Там четное число, нечетное число. Вот этих сегментов. Куда я могу посоветить центральный фронтон. Могу ли я использовать колонны. Это как наброски в моем скетчбуке. То есть, это не точная история. Это постоянно варьируемая история. Я двигаю туда-сюда. Смотрю, как одно с другим работает. И мне это очень интересно. То есть, то, чем я сейчас занимаюсь. Про литературу, которую использую. Вот, у меня, например, сейчас в работе три книжки. Ну, обычно больше. Ну, например, вот то, что сейчас. То, что сейчас у меня в моей сумке. Которую я вношу жару. Таскаю с собой на моноклесе. Езжу, например, в парк или в кафе. Где-нибудь и сажусь. Если слишком жарко для того, чтобы в дом работать. И первая книжка, это вот такая. Я не знаю, зеркалит камера, не зеркалит. Называется «Теория классических архитектурных форм». Михайловский и превосходная книга. Мне очень нравится. То есть, я столько полезного из него взял. И, например, у меня сейчас закладки. Где закладки? На тех местах, на которых я работаю. Это, конечно же, вертикальное членение стен. Вот, например, различная разбивка посадов вертикальными сегментами. На основании которого и идет деление с помощью колонн, и оконных, и дверных проемов. Там такие вот простые варианты. У меня там немного другие. Ну, то есть, я стараюсь с этой историей работать. Ну, мне приходится работать творчески. И тоже с вопросом обработки, например, прямоугольных оконных проемов. Он тут рассказывает мега-мега просто мега-умные вещи. И дает алгоритмы, как с этим работать. Вот, например, тоже. Это то, что я могу поднести в эскизный проект вот этих вот домиков, которые я показывал. Или как работают ордера при обработке полуциркульных окон. Это тоже дико интересно. Ну, в принципе, не знаю, там, будут ли в этом проекте полуциркульные. Но мне все равно это нужно знать по-любому. Ну, в смысле, много-много-много раз проходить. Подход-подход подвух. Вот как я все время и говорил. На всякий случай сниму ее еще отдельно, чтобы камера моя не зеркалила. Вот такая книга. Михайловский. Теория классических архитектурных форм. И потрясающая, невероятная, полезная, великолепная совершенно, с моей точки зрения. Настолько практичная, насколько это возможно. И в прошлом году я делал, например, проект храма Авраамия Болгарского. Который сейчас, надеюсь, уже достроили. Сколько можно его строить? Вот, опираясь на эту книгу, что-то можно посмотреть. Вот, он по всему прошелся. По всему, по всему, что нужно. По всему, что нужно практически, чтобы разобраться с формообразованием всем. Да, он очень крутой. Мне нравится. А следующее, это вот это вот, то, что я читаю. Вот эта книга, это Петербургская архитектура. Игорь Грабарь. Ну, по мне, очень неоднозначная. Потому что написано таким, очень прям оценочным языком. Как будто бы автор просто, ну, имеет право оценивать тех великих монстров. Ну, может быть, может быть. Ну, мне все равно, на самом деле. Я просто в восторге от Петербурга. И вот здесь разобрано во многом то, как он строился. И те иностранцы, которые приезжали сюда, Питер, они были поставлены перед такой необходимостью действовать, действовать в силу комплекса вот этих вот причин, с которыми работает, ну, человек, который проектирует, да, хоть сегодня, например. Вот я сижу, с такими же причинами работаю. Такие же клиенты. Ну, бюджеты, наверное, не такие, совсем не такие. Но, в общем, проблемы во многом те же самые. Потому что тот же самый контекст, тот же Петербург. И вот эти ребята, про которых он рассказывает, это, например, и начинает с самого начала, там, с Доминика Трезини, который пришел и построил вот эти вот все безумные прекрасные штуки, типа Петропавловского собора. и Каменный гостиный двор, 12 коллегий, Александр Невский монастырь, перестройка зимнего дворца, значение Трезиниевых создания, умрика Петербурга, вот все такие штуки. Но не научно, а прям, как я говорил, оценочно. И вот меня порой передергивает от того, что ты говоришь такое, уважаемый автор. Но от этого книга еще круче. То есть, прям тут жизнь, жизнь. И разбивает всех этих монстров. Архитекторы немцы, голландцы, итальянцы. И дальше там барокко, поворот к классицизму, екатерининский классицизм. И огромное количество, сейчас покажу, иллюстраций. То есть, я смотрю, я вижу те домики, о которых идет речь, многие вспоминаю, многие, типа, первый раз вижу. И смотрю, как они разбираются. И он много пишет о том, как их архитекторы все эти делали. И мой уровень нормы задирается до невероятных вершин, где я даже не могу действовать. И вот эту вот, вот эту импрессию, вот эту вот импрессию, которая происходит. происходит. Я переношу на мой вот этот небольшой проект. Маленькие домики, простые формы. И вроде от меня там ничего не требуется. Но вот эта вот история, она так заряжает, что я готов работать там, где от меня это не очень требуется. Миллион раз интенсивней, чем если бы вот этого не было. Это как, как вообще, как, не знаю, как, невероятное, что-то оно берет тебя, бум, и вытаскивает совершенно в другую реальность. А еще в этом отношении очень круто работает вот такой вот кирпичик. Теория Дель Архитектура. Баталия покупал в Пезера в книжном магазине. Весит прилично. Просто прям прилично. Давайте немножко покажу. Вот такая книга. Потрясная совершенно. И такой информации, которую я здесь вижу, я как-то, вы знаете, в интернете-то не отыскивал. И автор, он берет, он же работает с историческим контекстом. Причем четенько его изучает. И язык местами такой довольно скептический, если не сказать циничный. Циничный. Оциночный во многом. Но тем интереснее. Но это такое мнение. Я не знаю, кто это. Может быть, он очень крутой. Может быть, он сам построил пол Петербурга. Или что? Да, это он право в некоторых местах так высказываться. Ну, в общем, это потрясающе чтима. И постоянно смотришь. Есть на что опереться. Ты понимаешь, это же все Петербург. И свою штуку, вот эту странную, простую штуку. Трудно, очень трудно, понимаете. Вот превосходная штука. Вот эту штуку надо, и нужно работать. Сидишь так, и очень-очень-очень сильно тебя это заводит, конечно. Вот две такие радости. И покажу еще вот эту радость. Теория дель архитектура. Когда в Италии работал, зашел в магазин, в Пезеро, книжный магазин, и увидел там распродажа была вот этой книги. Я ее видел, кажется, перевели ее на русский. Стоит, по-моему, продавалось в магазине, в каком-то, на Невском, не помню, какой-то маленький, модный магазин. Стоило вроде шесть тысяч, если ничего не путаю. Я покупал за 14 евро. Большая разница. Да, большая. Потрясающая книга. Я могу смотреть только на эти работы с каким-то безумным восхищением. Смотреть на них. И если вот эти книги, ну, вот это дает мне практику, вот это мне дает уровень нормы и реальность, это дает мне не знаю что, полет мозга. Понимание, что вот ребята делали так. Это почему ты тупишь? Ну, короче, вот, сейчас покажу. Так, вот это отложим в сторону. Много потрясной графики, много потрясной архитектуры. чертежи, графика, уровень, смазать. Все, четенько. на уровне мне совершенно недоступном. Я на это смотрю. И хотя я, ну, в итальянской студии же практиковал уже сколько лет? Пять, наверное. По крайней мере, до локдауна. Для меня многие эти вещи понятны. Но просто каждый раз открываю и смотрю с восторгом. с желанием таким работать больше, больше, намного больше, чем я делаю сейчас. ну, надеюсь, сейчас у нас в Питере жара спала, человек с такой мордочкой. и продуктивность мое упорство мое повысится. Я не очень удобен листать. Такая графика. Вот, куда я двигаюсь. Ну, прям, вот эта книжка сокровища. Досторга духа. Такая. Так без суперобложки выглядит. Ну, это, конечно, все прекрасно. Там все книги, теории, большие монстры, которые это все сделали. А что же я со своими задачами? Ну, вот, например, мой скетчбук рабочий, который сейчас я использую, я хочу его сменить на большой формат. Это формат А4. Я хочу А3, чтобы прям увесистый был. И, например, ну, вот покажу прям рабочие чертежи, рабочие эскизы. Вот с этого проекта, который я разрабатываю. Это там прикидки разрезов. Вот это идеи для сада с, как называется, мостик с арочными воротами, может быть, и посадки на двух сопрягающихся между собой холмах, потому что там есть еще третий холм, с которым может прийти вот эта вся длинная история, которая разделяет два участка сада на две приватные зоны. Одна, другая, одна часть, другая, другая часть, в одной. Один домик, другой, другой. Ну, такие водные. Вот как я набрасываю то, что видно у меня там в 3D-моделях. Тык-тык, фокусируйся, камера. Такие эскизы, виды сверху, так отрабатываю фасады, вид сверху, вид фронт, вот это может быть галерея будет какая-то. Так я думаю про оконные проемы, я думаю, может быть, принести руст, я думаю, принести модульоны на всю вот эту вот историю. Это вид сбоку, варианты большого домика, который я там показывал модели. Различные подписи, еще идеи для галереи, как она может переходить в домик и сочетаться с зеленью, например, и как она может идти по кругу. Вот так. И вот это, опять же, эскизы домика, эскизы домика, это тренировки, просто вот это вот было такое бессмысленное рисование. Это тоже эскизы, вот они, прикидки, ведь сверху нам домик в виде каре. Такой вариант, такой вариант, такой вариант. Вот то, как может разбредовка быть по членению стен, на окунные проемы, с полуцелекульными окнами. Вот это простая форма, классичная, когда я ищу пропорции, ищу ритмы, соотношу их с высотой потолка, который хотелось бы. И ищу, каким образом это могут сделать люди, которые не очень умеют делать классичную архитектуру. Ну, в общем, я на этом уже не первый раз с этим встречаюсь. Люди, которые строят коттеджи, просто меня немножко в материале. А вот это эскизы были для сада. Такая ротонда с таким мостиком. И вот этот домик, и вот эти, и вот варианты простых домиков. Один двухэтажный, другой одноэтажный. Такой вариант, более широкий вариант, по метражу. И вид сверху. Идей немножко каре сегментами вырезает вперед. И вот здесь балкон с такой террасой. Как он может взаимодействовать с большой формой домика? Много записей, тренировки, тренировки, тренировки. Вот такой у меня воркфлоу. Еще на бумажках там зарисовки. Ну ладно, не буду показывать, она просто не очень чистая. И вся эта история, она перекликается, например, с деятельностью прошлого года, прошлого лета. когда летом я проектировал храм Авраамия Булгарского, осенью такой домик, тоже классичная вилла, как итальянская вилла. Ну, потом тоже это можно посмотреть у меня в портфолио. Посмотрите, ссылка внизу, в описании к видео, называется некоторые мои ландшафтные архитектурные проекты. Там и храм показан, и вот это вилла. А это скетчбук. Видите, у него оторвалась такая черная обложка. Ну, концы скетчбук, он крутой, у него оторвалась обложка, но он все равно просто все четко, все прошито, все идеально. Вот я хочу такой скетчбук следующий. Я, наверное, его куплю на следующей неделе, точно. Потому что маленький, это очень деликатно, а большая история позволяет развернуться. Вот так берешь и вот он огромный. Вот такая штука. А4 это вот такая штука, а3 это вот такая штука. И там у меня, сейчас покажу, вот это были тоже обработка эскизная истории с домиками, которые должны были быть в коммунарии, но теперь уже не будут. И история с таким отремной структурой, которая тоже проектировалась для города коммунар с внутренним двориком и внешним таким благодарным классическим пространством. А вот здесь очень идея для того, чтобы сменить фасад на одном очень таком страшненьком домике, чтобы он выглядел прилично и вот тоже зарисовки и также, я делаю саму идею в моем скетчбуке, потому что это очень быстро и очень быстро можно перебирать, варьировать формы. Ну, там огромное количество проектов перебирать, варьировать формы, а потом те, которые вот сразу они выкристаллизовались, непонятна их логика, и я могу переносить это в 3D и не делать миллион 3D-моделей, а решать главные вопросы вот здесь быстро и эскизно, а потом готовые, отработанные нести туда, моделить. И вот это хороший способ взаимодействия между скетчбуком и проектированием по компьютере. И вот сейчас покажу, так, это как вы поняли, то, с чем я сейчас думаю, сижу. А вот это мой большой скетчбук, который выглядит как арт-бук. И в принципе я уже давно собираюсь сделать из этого книгу, но я все не могу найти паузу, паузу с проектами, и слава богу, лучше делать что-то в материальности. Вот такая графика. Это то, что я использую в своей проектной деятельности и то, чему учу на курсах на своих. Если вам интересно так научиться, то сейчас работающая тема это под каждым видео, и у меня в шапке профиля мои уроки на сервисе Boosty платные. Подписывайтесь 400 рублей в месяц и научитесь при должном прилежании, при практике. такой графики. Ничего сложного нету, совершенно рабочая история. Это как научиться писать. Вот такая толстая штука, такая стильная. А, ну, еще в очередной раз покажу, как моя графика выглядит на стенах. Сейчас я соберу свою палочку, которую я снимаю с полку. Вот это нарисовано линером. То есть я беру обычный линер, вот такой, и делаю такую графику. И она довольно превосходно выглядит на стене. в общем, если хотите научиться делать вот такую, который и выглядит как парадная графика, и отлично идет скетчбуки мои многочисленные проектные. Ну, вот ссылка в описании к видео и в шапке профиля. В общем, вот такой рассказ про день. Вот такой у меня день. Вот этим я занимался сегодня. Он для меня, как я понимаю, комфортный. сейчас остаются вот эти кусочки, которые я рассказывал, взять, свести, просто на телефоне смонтировать в одну кучу, даже не редактируя, только может быть яркость там повысить, чтобы не такое темное изображение было. И все, отправляю на YouTube и больше ничего не делаю. И не думаю больше. И обратно занимаюсь моей работой. Вот это, может быть, мне будет комфортно. И такие штуки я могу делать с природой, с объектом, еще откуда-нибудь. Петербурга с центра. короче, вот, наверное, такие, такой блок у меня будет в дальнейшем. И в этом тоже есть ценность. Да, обучающие уроки бесплатные, они никуда не делись. вся эта тысяча безумное видео моих обучающих по пиру и туши, по маркерам, по ландшафтному скетчингу, архитектурному скетчингу. Она остается на моем канале. Смотрите, повторяйте, бесплатно пользуйтесь. Это прям все остается. Если конкретные сжатые уроки, там, четенько, чтобы все понятно, это мой сервис Boosty. Подписка 400 рублей в месяц. И там я всякими такими штуками делюсь, которые нахожу. У меня есть некоторые идеи. По нему нужно этот проект как-то короче, тоже будет интересно. Мне нужна такая короче, я думаю, думаю, придумаю и понемногу реализую. В общем, если ему понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам нравится, делитесь моим видом, буду признателен, что больше людей видели про такой стиль проектирования, рисунка. Это же благородно. И нашей родине это же хорошо. Это же хорошо. Это же стиль старинный. Вот. Спасибо за внимание. Меня зовут Эдор Кичигин. Всем чел-чел. Хорошего дня. Или какой у вас временно суток. И смотрите мои другие видео. Их много. Огромное количество. И все нужны. Всем чел-чел.